Здравствуйте, друзья, с вами Геоэнергетика.Инфо, Максим Радайкин и мой постоянный соведущий Александр Фролов. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Александр, США пока по-хорошему напоминают о необходимости соблюдать потолок цен на нефть из Российской Федерации. А что вы на это скажете? Прежде чем мы подробнее раскроем именно этот вопрос, нам надо отскочить немножечко назад и посмотреть на сам потолок, на то, как он работает, как его считают и чего вдруг они все там всполошились. Потолок цен заработал с 5 декабря 2022 года. Притом заработал так, что по большому счету он не работает. То есть у нас есть ряд законодательных ограничений, которые без специального разрешения со стороны президента не позволяют компаниям продавать нашу нефть. Ну и нефтепродукты потом, потому что на нефтепродукты из Российской Федерации тоже действует потолок. Так вот, ничто нефтяное нельзя продавать в рамках потолка цен. Ну, разве что президент Российской Федерации выдаст отдельно взятое разрешение. Соответствующий указ был опубликован уже в этом году. В нем есть пункт 4, который как раз регламентирует вот это право президента карать и миловать в данном вопросе. Во всех остальных случаях нельзя пользоваться этой системой. Сама по себе система прорабатывалась нашими горячо любимыми западными партнерами с лета прошлого года. То есть фактически сейчас проработке этой системы исполнился год. Собственно, год назад произошло важное для всех наших замечательных западных партнеров открытия. Во-первых, точнее даже несколько открытий. Во-первых, они заметили, что бездумно верить прогнозам международного энергетического агентства это несколько вредно для экономики их родных стран. Второе, на что они обратили внимание, оказывается, в мире у них гораздо меньше друзей, чем они думали. О чем собственно речь? Еще в марте прошлого года Международное энергетическое агентство опубликовало доклад, в котором оно высказало предположение о том, что Россия будет вынуждена под давлением санкций западных стран сократить свою добычу на 25-30 процентов. Речь шла только о сырой нефти. Тут считать очень просто. Фактически речь шла о том, что российская добыча сырой нефти сократится на 2,5-3 миллиона баррелей в сутки. Это огромнейшая величина. То есть это огромная величина, которая не могла бы не сказаться на мировом рынке. И тут Международное энергетическое агентство в лице своих лучших представителей успокоило взволнованного читателя данного доклада, что, мол, не волнуйтесь, эти объемы будут быстро замещены поставками из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, ну и из других стран Ближнего Востока. Потому что не пнуть лежачего нельзя. А Россия уже практически лежит. Поверженная, вот смотрите, Штаты принимают санкции. Собственно, да, уже в начале марта Соединенные Штаты и Великобритания ввели эмбарго на российскую нефть. Понятно, что Великобритания свое прекращение закупок синхронизировала не со Штатами, а с Европой. То есть она несколько позже, чем Штаты, была вынуждена прекратить закупки российской нефти и нефтепродуктов. А Соединенные Штаты уже в конце апреля 2022 года полностью отказались от российского нефтяного импорта. Почему говорю нефтяной импорт, а не нефть? Потому что нефть в этом нефтяном импорте занимала лишь 30%. Все остальное были нефтепродукты. И при этом добыча в Российской Федерации падала, что служило косвенным подтверждением того прогноза, который высказывался Международным энергетическим агентством. Фактически добыча в нашей стране в течение апреля, марта-апреля, упала примерно на 1 миллион 200 тысяч баррелей в сутки. Это примерно на 300-400 тысяч баррелей больше, чем у нас закупали Соединенные Штаты, что являлось отражением, во-первых, прекращения закупок со стороны США, потому что последние кораблики уже все, уже пришли, уже хватит. А во-вторых, это было отражением того, что отдельно взятые покупатели впали в панику, потому что они не понимали, а как в новых условиях им работать. Ну то есть им кричат из Соединенных Штатов, что мы сейчас будем карать, мы сейчас будем ронять российскую нефтегазовую отрасль, все, держите меня, семеро. Кстати, именно поэтому Большая Семерка имеет именно такой состав. Потому что есть главный и шестерка. Значит, вот эти шесть персонажей держат. А почему же держите меня, семеро? А потому что в последних заседаниях Большой Семерки всегда присутствует еще и Урсула фон дер Ляйен, как представитель Европейского Союза. Вот, пожалуйста, вот вам и доказательства того, что США именно семеро нужны, которые будут их держать. В общем, они кричали, кричали, и тут, огляневшись вокруг, Соединенные Штаты заметили удивительное. Чем громче они кричат, тем дороже становится нефть. Числа примерно 7 марта штаты принимают свое эмбарго. Так, знаете, к 8 марта специально подгадали. И цены на нефть уходят куда-то за облака, потому что там и цены на газ пошли вверх. В общем, все пошли вверх, потому что сверху лучше видно происходящее. И Штаты дальше начали кричать о том, что мы сейчас запретим морской импорт, мы сейчас будем перехватывать суда, которые будут перевозить российскую нефть, если эти суда даже не будут находиться в юрисдикции Большой Семерки Европейского Союза. В общем, всем будет плохо. И чем громче они кричат, тем нефть дороже. Когда их отпустило, это было в начале лета, уже все, уже все основные игроки приняли решение об эмбарго. То есть и Штаты, и Великобритания, и Европейский Союз, ну и, собственно говоря, страны Большой Семерки поддержали многочисленные санкции, которые так или иначе должны были ударить по нефтегазовой отрасли Российской Федерации. Там было все. Там и запрет на поставку оборудования для вторичной переработки нефти и газа, ну и для первичной, в общем, тоже запретили. Там и запрет на поставку катализаторов, и запрет на предоставление различного рода услуг и прочее, 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 прочее. А нефть стоит чудовищных денег. И при этом Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты пожимают плечами и говорят, погодите, а с чего вы взяли, что мы будем замещать Российскую Федерацию. У нас даже технической возможности нету это сделать. Так что извините, пожалуйста, ваши вопросы о том, когда мы начнем увеличивать добычу нефти, чтобы компенсировать выпадающие объемы, которые выпадают из-за Российской Федерации, конечно. Это все вопросы, знаете, в пользу бедных. Кстати, говорят, у вас их количество растет. Мы очень за них переживаем. Поэтому нет, увеличивать добычу мы не можем. Мы бы хотели, мы не можем. И тут Большая Семерка и Европейский Союз оказались в удивительном положении. Когда они вроде как давят на Россию, чтобы та сократила добычу, но в условиях, когда эта добыча не будет скомпенсирована поставками из других стран, будет кризис. Притом кризис на рынке нефти, которого раньше никто не видел. Зато его видели на рынке газа. Вот только-только. Вот он, пожалуйста. Газ только что стоил 200 долларов, теперь он стоит 2000 долларов. То же самое могло произойти и с нефтью. Тут же подоспели уважаемые организации, которые стали говорить, да-да-да-да, все так и будет. Если вот все будет идти так, как идет, ой-ой-ой, нефть будет стоить 350, а то и 360, а то и 365 долларов за баррель. И получалось удивительно. То есть вы вроде как часть российской нефти с рынка уберете, а денег Россия будет получать больше. Ну, потому что нефти станет меньше на рынке, цены поднимутся, и за каждый баррель Россия будет получать кратно больше, что в целом увеличит доходы. А это вообще недопустимо. То есть мало того, что это вы будете платить, так еще и Россия будет больше получать. Отвратительно. Но отыгрывать назад все эти решения об эмбарго и о запрете на морские перевозки было нельзя. А собственно запрет на морские перевозки считался в первом полугодии 22 года самым болезненным ударом, который наносится по российской экономике. Потому что одно дело запретить импорт российской нефти и нефтепродуктов, а другое дело запретить своим компаниям, которые доминируют в сегменте перевозок российской нефти, эту саму нефть перевозить. То есть так бы Россия взяла, ну и повезла эту нефть в другие страны, на другие рынки. А все, нельзя. То есть фактически с 5 декабря должен был наступить апокалипсис. Ну если ничего не изменится. И надо было быстренько что-то решать. И тогда была придумана идея. Ну точнее как. Идея озвучивалась и ранее, но в том формате, в котором она в итоге... Тот формат, в котором она в итоге была принята, был сформирована летом 22 года. Это тот самый потолок цен. То есть потолок цен, это с одной стороны подается как наказание российской экономике, что вот мы сейчас будем карать Российскую Федерацию, ей будет страшно плохо и все такое прочее. А с другой стороны Россия создает довольно комфортные условия, при которых она должна захотеть попасть на этот рынок. Она должна, прошу прощения, не на рынок. И должна захотеть попасть в эту систему, потому что по сути это легальное исключение из действующих санкций. Санкции запрещают вам пользоваться услугами перевозчиков, запрещают вам пользоваться услугами финансовых организаций, приморских перевозках, страховщиков запрещают пользоваться услугами. Нет-нет-нет, все нормально. Вы продаете вот по цене не выше вот такого уровня, и вы можете и дальше пользоваться услугами вот этих замечательных наших компаний. Это, кстати, и компаниям тоже хорошо, потому что данная система, она создавалась также и для поддержания штанов этих самых компаний, потому как Российская Федерация, ну вдруг кто не понимает, это один из главных мировых заказчиков в области морских перевозок. То есть мало кто занимает такую же долю, как мы. То есть по самым скромным оценкам мы занимаем процентов 12 от мирового рынка морских перевозок. Это означает, что примерно 12 процентов российской нефти, которые транспортировались до всем известных событий, это были российские объемы. То есть можно ли было бы пережить компаниям, которым запрещено предоставлять услуги Российской Федерации, можно было бы пережить вот этот запрет? Теоретически да, а на практике, вы знаете, как-то и так экономическая ситуация не располагает к столь смелым шагам, чтобы отсекать от себя процентов 10 и более рынка. Поэтому эти компании несколько напряглись. Вспомните о том, как переживали представители Мальты, Греции, Кипра, поэтому они и переживали. Несколько переживали представители страховщиков, которые сидят в Лондоне, потому что ну как бы рынок страховых услуг в этом плане он тоже, в общем, примерно также поделен, потому что вот эти же объемы там страхуются. Поэтому для этих компаний данная система тоже была своего рода спасением. Понятно, что они бы не разорились все подчистую, понятно, что они бы не пошли все по миру, но на фоне и без того довольно сложной экономической ситуации этим компании пришлось бы сокращать штат, пришлось бы обращаться за помощью государству. Ну потому что это же государство. Ты мне запрещаешь бизнесом заниматься. Компенсируй. А, это не ты, это Евросоюз. Ну хорошо, тогда идем в Брюссель требовать денег. То есть количество людей, которые бы стали требовать денег либо в виде пособий по безработице, либо в виде вот требований компенсации и они скорее всего какие-нибудь компенсации получили бы. Их количество увеличилось бы. Зачем? Вот давайте мы придумаем потолок цен. Вроде как мы не отменяли санкции, а вроде как мы дали законную лазейку, чтобы Российская Федерация в эту вот калиточку, которую мы приоткрыли, зашла и все, и оставалась опять в нашем цветущем саду. Ну мы же помним, Европа это цветущий сад, а все остальное это джунгли. Вот мы Россию вроде как выгнали в джунгли, а тут калиточку оставили приоткрытой. Она зайдет, но вот мы некоторые ограничения ей вели. Вот для чего была эта система. Притом она действительно была сформулирована таким образом, чтобы быть в общем-то выгодной для российских компаний. Ну и последнее, что хочется сказать. Будем смотреть за среднемесячными показателями той самой цены, потому что именно на них будут смотреть и представители Соединенных Штатов и представители Европейского Союза, которые нам рассказывают о том, как потолок работает. Но потолок работает крайне-крайне неоднозначно. На фобах не более 60 долларов. А по какой цене реально нефть продается? А это не важно, потому что самое главное в потолке цен это не сдерживание цены ниже потолка. Самое главное в потолке цен другое. Не допустить дефицита на мировом рынке и не допустить резкого роста цен на нефть. Потому что в коалиции присутствуют только нетто-импортеры нефти по такому вот удивительному стечению обстоятельств. Поэтому семеро пусть держат своих друзей из Соединенных Штатов, чтобы те не хватали дубину, не размахивали ею, а действовали чуть более аккуратно. Ну а у нас чем больше мы перестраиваем наши логистические цепочки, чем больше переключаемся на альтернативных поставщиков услуг по морским перевозкам, тем меньше на нас будет распространяться вот эта вот история с кричащими откуда-то из-за океана, непонятными людьми, которые говорят про какой-то прайс-шапку, прайс-кап. Что? О чем вы говорите? Мы об этом ничего не знаем. До свидания. Позвоните позже. Вот. А на сегодня все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписываемся на Александра Фролова, подписываемся на Геоэнергетика.Инфо, в Дзене, в Телеграме, на Ютубе обязательно. Все ссылки будут в описании к данному ролику и закрепленному комментарию. Там же будут реквизиты для желающих финансово помочь нашему проекту в условиях лишения монетизации на Ютубе. Спасибо. До новых встреч. Всего хорошего.